Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эрнст Карл Оген Кернер, немецкий художник-пейзажист. Родился 3 ноября 1886 года. Его отец был торговец тканями. В 1861 году, все еще посещая государственные школы, он начал работать в мастерских Германа Эшки, где получил большую часть своего художественного образования. Позже он также работал на Карла Стефика и Готлиба Бирмана. Раил в путешествии к Северному морю, в Прибалтику, в горы Гарц, по Франции, Англии, Италии, Шотландии и Испанию. С 1873 года по 1886 он совершил многочисленные поездки в Египет и на Ближний Восток, где создал некоторые из своих самых известных картин. В 1874 году женился на Агюсте Хейл, дочери управляющего фабрикой. У них была одна дочь и трое сыновей, в том числе юрист Бернхард Кернер, который позже стал известным антисемитом. В 1884 году он получил звание профессора. С 1895 по 1899 был председателем Ассоциации художников. В дополнение к своим полотнам он написал алтарные работы Эрла Веркирхе в Берлине, в Грюмельсбурге. Я цитирую данные из Википедии. Умер у себя в доме в возрасте 80 лет в 1927 году в Берлине. Его самые популярные работы, картины, изображают египетскую архитектуру, часто на фоне ярких красных закат. Во многих его работах чувствуется влияние Эдуарда и Дельбранда. Вот так вкратце из Википедии о немецком художнике-пейзажисте Эрнст Карл Оген Кернер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok